Случился повод достать монетки во время правления Фёдора Первого Ивановича Фёдор Иоаннович был русский царь в 1584-1598 годы последний царь из династии Рижиковичей родился он 20 мая 1557 года третий сын Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны родился он в Москве потеряв мать, был переселён со старшим братом царевичем Иваном изверху царский хором на особый двор в 1560 году в 1563 году встречал на подъездном стану в селе Крылатском отца своего победоносного возвращавшегося из Ливонии жил с отцом и опричниками в Александровской Слободе ныне Александров уездный город Владимирской губернии если верить свидетельству иноземцев-современников Тауба и Круза предназначался наследником опричной половины русского царства находился при отце в Ливонском походе осенью 1572 года числился между кандидатами на польский престол в 1573 году в 1576 и в 1577 годах женился в 1580 на Ирине Фёдоровне Годуновой после смерти отца своего Ивана Грозного вступил на престол 19 марта коронован 31 мая 1584 года большинство историков считает что Фёдор был неспособен к государственной деятельности он был слаб здоровьем и принимал мало участия в управлении государством находясь под опекой с первого совета вельмож затем своего шурина Бориса Фёдоровича Годунова призванный блаженным по некоторым мнениям он был слаб и умом так Годунов с 1587 года был фактически единоличным правителем государства а после смерти Фёдора стал его преемником положение Бориса Годунова при царском дворе было столь значимо что заморские дипломаты искали аудиенции именно у Бориса Годунова его воля была законом Фёдор царствовал Борис управлял это знали и на Руси и за границей но все же именно в период правления Фёдора 1 Иоанновича было начато строительство города Архангельска в 1582 году принята присяга на подданство от царя Иверского грузинского Александра заложен белый город в Москве в 1586 году Фёдор 1 даровал англичанам право беспошлиной торговли в русской земле и именовал новопостроенный Тобольск столицей Сибири в 1587 году в его правлении было учреждено на Руси патриаршество 26 января 1589 года посвящен первый патриарх Йов митрополит московский Фёдор закончил дело об убиении царевича Дмитрия в Угличье пострижением матери царевичей и ссылкой всех ее родичей Равнодушно смотрел из своего тюрема на кипевшую под самой Москвой битву Борис Годунова с Козыгиреем Крымским Крымские ханы чем славились они несколько раз сжигали Москву походами шли смело и как бы почему бы и нет раз и Москву разорили ну вот не при Борисе Годунове так скажем по одержанию победы указал строить на месте битвы нынешний Донской монастырь в 1591 году именно Фёдор запретил крестьянам переход от одного помещи к друг другому Юрию в день в 1590 году он утвердился дружбой с Аббасом Шахом Персидским в 1594 году послал полки воевать Дагестан заложил каменные укрепления Смоленска в 1596 году умер Фёдор I Иванович в Москве 17 января 1598 года тело погребено в Московском Архангельском соборе умер не оставив потомство по его смерти прекратилась династия Рюриковичей на царском престоле в Москве посчитание блаженного царя началось вскоре после его кончины сегодня русская православная церковь чтит его память 20 января вот такой вот у нас на сегодня день ну что ж спасибо за внимание до свидания